а доклад называется уточнение некоторых оснований уточнение некоторых оснований электродинамики в частности я добивался получения формулы и равно mc квадрат я ее уведу это одно из средств и вот это подхода который я это же вот там записано уравнение сейчас его вы пишу f на ты равняется mc это в общем-то уравнение понято как начальная фраза которую сказал свое время и записал пророк моисей 6 тысяч лет тому назад в своей библии вот а вообще говоря концепция она в свою очередь связывают науку и религию так вот это вот самое соотношение это та модель которая описывает слова моисея вот я небольшое добавление здесь сделаю смотрите-ка я добавлю здесь c умножаю просто ну арифметика это не векторная все не принципиально не векторная вот отсюда получается fcp равняется mc квадрат это вне постулатого энштейна всех этих представлений о гравитации и всем всем таком принципы относительности энштейна галилея всего такого никаких предварительных условий на на использование векторов здесь нет скажите пожалуйста вот когда вы c поставили есть да вот f со значком c что это значит самое точное название это неопределенность никто не знает что это теперь вы поняли меня а теперь это неопределенность никто не знает что такое время я имею право написать но вообще-то давай вообще говоря вообще это вот что с цена дельта ты пожалуйста неопределенность такого строна а это квантовая механика квантовая это уравнение шренингера нет не шренингера прошу прошу прощения а это бора гейзенберга я оговорился просто вот 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 это вот это же координаты обычные плоские наши без кривизны без всего ничего только ненавешенность без векторов без сложной криволинейной геометрии идущий там от боя и других наших не только наших но и заграничных вот а вот а исходное уравнение повторю здесь вот стороночки чтобы нам не мешало ты равняется это вовсе ради бога не вектор тогда все это неправильно раз это не вектор а скаляр то тогда это именно скаляр а вы знаете сколько так писать что писать не имеете права почему это не по это скаляра не вектор у нее направление нету куда-то и право написать здесь неопределенность и масса я слышал что неизвестно что это такое что касается скорости что касается скорости света ты здесь я встречал представление о том что нет никто не знает что это такое до неопределенности а теперь а теперь я хочу воспользоваться не четвертым законом ньютона по третьим самым обычным в парам действия в параллель с на чехару и тем самым покажу как можно пользоваться ну простейшим представлениями ньютона в их простейшей форме вот это вот что f1 все как принято f2 вектор и самые настоящие и тут я не забуду проставить минус вот а дальше дальше я предлагаю избавиться от векторов сколько теперь докторов по электродинамике отказываются от от электродинамики с уравнениями с векторными уравнениями максвелла ваш коротков сначала у него были монографии по всех по всем правилам через вектор и теперь в докладе сегодняшнего года там нет и второго на отказался от них аналогичная аналогичный случай пользуюсь методом аналогии сесси зачерпнул этот век и здесь я его устраню вот а этот минус останется только в качестве напоминания о том что действие равно противодействие будем держать его в уме не вентим счастья а вот теперь с этими силами я вот как поступлю это уже не силы сейчас это чего попало это неопределенности вы знаете что такое сила с определенностью наделаете можете дать а вы отказываетесь принять вот эту установку что это неизвестно что вы уверены в уверены в уверены в я не вижу ничего чтобы вы сказали так продвижение какой-то вперед было пока топтание на место это не вектор это не определено чувствую я пойду дальше вот я внимательно слежу я запишу для нее на т квадрат неопределенности но только и здесь с этой стороны а минус мы держим произвольные символы как что-то произвольные символы у вас произвольная сила совершенно произвольно она неопределенно я смотрю на вашу руку и мне кажется что я в работе извините но я иду дальше но тут я ставлю 1 тут 2 1 т квадрат будем считать условно что у нас одно и то же время так это не время это чё куба дело это что-то такое то что то что условность условность условно но не время точно не время или точно время я например считаю что время субстанционально вопреки всем этим представлением о том что это неизвестно что и что это нечто придумано в голове человека а что это материальный фактор и для него для этого фактора у меня например выведена концепция частицы которые с бешеной скоростью вращаются по вселенной создавая общий временной фон скорость ее там намного превышает скорость это отдельно это это просто было на одну на конгрессе четырнадцатого года там здесь у нас это вы все-таки точно скажите это время или это что попало это все-таки время время этого вода неопределенное время это еще в квадрате а это размерность сил что я если у вас верхние эти сомножители определены как а сейчас они еще не определены с точностью до индекса вы все определены ну я просто не закончил по вот но ничего не мешает вообще говоря написали это для некоторой другой материальной частиц я считаю что это все одинаковое в какой-то мере семейство частиц семейство частиц вот то что он не нравится вот этого ты которая получил из этой вот фикции и убираю в другу и все лишь бы она сократилась позволила сократиться вот остается вот это а вот все вот это вот это из этого я описываю следствие общее вот этих вот какие эффективных как угодно это это мл произвольный но можно сказать пв давление на объем вы говорите о состоянии а я говорю о другом если вам нужно иметь уравнение состояния вот это же по идее константа константа и какой-то ряд частиц элементарных соответствует что вас удивляет на этот раз константа вы написали пока что символы написали вот так пишут только символы какие-то теперь теперь а теперь а теперь а теперь я беру электрон электрон планки он то не три на некий амер теории эфира от церковского так раз два три четыре пятый аксиона что аксиона там еще есть ну не не брал я не знаю сколько а какая у него масса вот здесь еще что что укладывается в эту концепцию сейчас я не помню как же называется дай бог на протон укладывать с протоном что-то там у них у него же время жизни дело в том что все это пересчитывается с большой легкостью на на константу типа c l mc понимаете и тогда вот этот вот или деленное деленное на c тогда вместо этого множителя получается t какое не время дойдем сейчас узнаем узнаем так вот вот эти частицы они укладываются вот в этом такое вот описание семейства частиц элементарных повторяю электрон панки он поскольку мы знаем хорошо его массу считается на 10 минус 43 у кого электроны панки он 10 минус 8 килограмма и длина 10 минус 35 сантиметров это получается 10 минус 43 килограммы на сантиметры вот такая константа такого же рода константа была выведена был такой парень рано умер это был гениальный физик польза случаем напомните мне это был учаев юрий федоров вот он эту формулу вывел для нейтрино а нейтрино тогда 2000 год еще а среди осцилляции нейтр и нейтрином подвергались сомнению занимался этим генсборд потом с радостью явился вот понятно что солнце излучает нейтрино и что все-таки идея нейтрино проходит 10 минус 14 килограмм 10 минус 14 килограмм у камера сейчас почти ну не 112 я-то помню 10 минус 10 минус 10 минус 30 масса это масса у амера 10 35 давление это в эфире оно экспериментально недавно обнаружено отдельный разговор тогда я просто не знаю но что касается амера то и вообще для этого семейства частиц в одном из докладов по моему за 14 год есть диаграмма где не ровненько ложатся на такой вот под углом 90 градусов с одной стороны там еще я забыл это знаете это знаете что это вот это гравитон с масса 10 10 минус 69 килограмма но они все входят на эту вот обойму вот и по этой обойме можно считать их тот параметр который мы не знаем так что вся эта конструкция не эти эвристическое значение вот так что вот что происходит временем устрою устраняемся устраняемся от неопределенности и и позволяем себе вот такие больночки убежала а она упала и тем самым афлифаная причем здесь наука и религия недавно я прослушал на телевидении в передачах прокопенко а он собиратель всяких баек историк истории знакомых с известными физиками у него большой штат информаторов вот коллеги непонятно кто доклад делать простите ради бога вот у вас возражение или это потом вы скажете дальше потом продолжайте продолжайте а то время то ваше входит еще 10 минут 20 минут прокопенко он имеет информацию от тех кто расшифровывают данные о рассекречивании НЛО он по моему бывший военной в отставке и как то он с ними связан по каким то прежним делам и получает свежую эту информацию часть ее она дает Анне Чатман Анне Чатман вот и эти передачи чрезвычайно интересны и в частности в одной из них рассказано было о советском ученом в Абитове он из Уфы здесь его не приняли наши в свои ряды в этом он доктор химических наук больше всего он известен не как нефтехимик а как биохимик вот и он как то убедил по меньшей мере некий узкий круг своих единомышленников о том что в общем то для понимания того что происходит а занимался он тканями биохимическими это ДНК вот такого вот сорта наборы масс живых потом их травили чем то потом их восстанавливали короче говоря Валитов пришел к выводу о том что вот это вот соотношение он его по другому всегда выражал я сейчас напишу как это он делал он записывал применить на массе ну некое подобие соответствие времени приходил к приходил к выводу что вот таким способом как он считал можно восстанавливать умершие ткани возвращать жизнь людям вот мне припомнилось что то же самое умел делать Иисус Христос это уже ближе к нашим временам отступя от времени пророка Моисея вот он может говорить больше тогда о дать Боге и Велесе чем о Моисее что то такое непонятное я говорю давайте о Велесе и дать Боге показать что касается что касается Моисея то я просто знаю что он сказал и я всячески старался уподобить его вот эту формулировку пришел не о пророке Магомеде поговорить о пророке Магомеде давайте лучше говорить или о Кришне еще можно говорить нет о ком вы говорите 6 тысяч лет 6 тысяч лет это убедительно и если взять прочесть я не стал запоминать на память но мне могу процитировать он сказал что это будет свет и импульс света а вообще говорят вот это вот написано это ударный импульс света ударный импульс света вы будете говорить или нет что у вас в теме доклада что уточнение основ электродинамики ваш доклад да вы это будете говорить или вы совершенно верно а вот свет 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 это типично электродинамическое явление вы забыли об этом нет забыли да очень плохо напоминаю сейчас выключим все увидят сейчас выключатель выключим все увидят что света нет ну и на здоровье мне нравится то что из такой вот байки получается набор описаний однотипных описаний элементарных частиц но дело не только в этом далеко не только в этом можно показать что доклад то есть надо было бы заглянуть тем кто собирался слушать меня сегодня в этот доклад там значительно более подробности вот и там показано как во что может быть превращена константа в свет но я запишу ее эту формулу не снова хватит доски c вот это вот c у нас с учетом некоторых преобразований моисеевских этих самых представлений здесь получается вот что лямбда максимум это видно вам вот не видно видно лямбда максимум на ню минимум в свою очередь это равняется лямбда минимум на ню максимум вот а отсюда отсюда ну вот тут вот я запишу вот вот в этом вот квадратики вот лямбда максимум на лямбда минимум равняется ню максимум на ню минимум если взять обратную величину здесь получаются отрезки времени периода вот все вот это значит имеет отношение к предполагаемой конструкции вселенной по меньшей мере вот здесь здесь вот в продолжении этих соображений я беру логариф как любой у любого из этих соотношений но здесь вы понимаете что обращение к минимальным и максимальным значениям это означает вообще говоря оптимизация неправда оптимизация кто занимается этим на просторах вселенной если бы скажем во времена ну сразу после военного времени вот что-то похожее попалось бы скажем зердовичу вообще в гаиш они бы ринулись к экспериментаторам в поисках вот такого рода соотношений которые говорили бы о существовании внеземных цивилизаций вот ну я могу и не напоминать об этом а вот этот логарифм вот этого этой величины здесь получается я чисто перейдет максимальная длина волны но длин длина это это 10 плюс двадцать шестой степени метр применительно ко вселенной но это не обязательно длина или радиус это некоторая характеристическая величина длина вообще вот это вот это написано это некие характеристические величины чем они характеризуются тем что неизвестно точно что это и что они какое-то отношение имеют данного рода вот подобную форму это пишут то что читают на лекциях в американском технологическом университете штат калифорнии характеристические величины в сороковых там в 60-х годах так 1026 а лямбда минимум это 10 минус 35 10 перейдя тоже в метрах перейдя сюда это получается что-то порядка кажется быстро считается 10 плюс 41 да 61 плюс 61 вот ну вот здесь будет то же самое если говорить о временах а логарифм этой величины он составит порядка логарифм вот этого отношения он у меня везде и в этот раз и в предыдущие выступления тоже с докладами это капа 10 плюс 61 вот этот вот логариф равняется примерно 100 40 и 3 десятых а это практически то же самое что в эксперименте получают для постоянной тонкой структуры напоминаю 137 получает 137 но есть поправки есть замечания я не буду в них пускаться потому что это еще и имеет отношение это вот это вот вот этот параметр он может быть выражен как масса вселенной деленная на массу панки панки тогда получается поточнее тогда получается поточнее чуть-чуть чуть-чуть но близко к 137 если заглянуть в википедию то можно убедиться в то что там это примерно третий результат в сравнении с тем гигантским количеством этих по расчету которые там вывалены вот по части близости к приближению экспериментального значения подходит к завершению я завершаю хорошо вот что еще можно на этом закончить но вообще-то таких вот есть вещи поинтереснее конечно но они там у вас изложены они не все ну все вообще не потому что работа продолжается и там на мой взгляд очень интересные вещи обязательно это будет обязательно у кого какие есть вопросы вопросов пока не видно да все вопросы были заданы в процессе ну что же тогда поблагодарим докладчика все как все и все в в в в в Продолжение следует...